привет с вами макс и это первый взгляд на игру кибер-рейн кажется так в time-traveling warrior кто-то там я не понимаю шрифт заранее прочитать игру не не додумался cyber rain как так я не знаю возможно в общем воин путешественник во времени как-то так если игнорировать первое слово непонятно что написано так короче чувака галюки наркоты и он фигевает управление это похоже на какое-то подобие битым аппа не знаю так что он хочет а я понял в общем здесь нужно в определенный момент сжимать кнопки чтобы видимо комбо сделать если сделать это неправильно то у него следовательно и не получается ну предположим я сделал это стать так я думаю я отключу так это не то а здесь нельзя включить печально просто вот эти вот полоски не знаю виде специализованные под отарел какой-нибудь не знаю а вот оно что игра специализованный под от 8 бит под не знаю под возможно 16 бит непонятно наверное больше 16 бит ходить игры так ударили у нас пять жизней так у меня потормазывает так а прыгать как а понятно то есть а так как только на одну кнопку что получается у меня есть догадки что игра не совсем большая потому что я посмотрел на ее файлы я сейчас имею ввиду не по размеру а именно по продолжительности там в главной папке были аудиозаписи и там и полу очень мало там на босса на главное меню на основную игру я возможно даже пройду эту игру ой именно вот за это за это в первое первый взгляд так уже хардкорно да довольно хардкорно а в начале было какая-то сюжетная вставка непонятно я в принципе мог бы ее показать но я разбирался с настройками поэтому я как-то забыл ее снять который объясняет что собственно наверное наверное объяснять что собственно здесь происходит вообще особо вникать сюжет подобных игр это не такая уж и обязательная вещь не успел потому что они не рассчитаны на это здесь просто так поиграть поностальгировать эти пули можно отбивать интересно я что я не понимаю опять умер жизней континуум я так понял здесь нету то есть умер начинай все заново наверно так получается ну хардкорно поначалу показалось какой-то битым от обычный но уже нет тут нужно в тайминг хорошо попадать нет просто интересно эти пули можно отбивать а то постоянно прыгать я не успела нет видимо возможно нельзя отбивать не камень фо конечно бегать с одной жизнью мне интересно здесь сюжетные вставки будет еще который объясняет что собственно здесь происходит почему этот воин путешествует во времени почему и что вообще здесь сделает так признал а ясно значит жизнь здесь все таки можно купить за 40 монет путаю кнопки ну в общем играя себе они представляют что-либо такое запредельное то есть просто так поиграть побегать какого-то особого сложного геймплея здесь нет я имею ввиду в плане механики так это было неожиданно вот перед тем как экран появился точнее после того как я перешел в локацию враг не сразу появился поэтому я не успел среагировать так здесь главное еще попасть по врагу иначе начнешь удар а он теперь раньше ударит то есть промахнешься первый и потом второй уже сам угребешь тут вообще больше на то как не успел запомнить действие делать не знаю как какие-нибудь спидраннера уже на автомате все это можно делать в принципе здесь никакого рандома я не вижу больше похоже уходит на какую-нибудь игру для браузеров так я испугался думаю все конец вот сейчас чуть не огреб воздухе бить нельзя а так понял автомат здесь еще будет встречаться а а и 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 головоломки появились так мне не хватает монет скорее всего вот эти глаза стреляющие лазарь бой их можно убить и получить денежку а так так ай-яй опять кнопки перепутал я не знаю чем-то схожи на dark dark souls главное просто запомнить что да как то там уже не знаю на половину и дело навыка наполовину больше удачи как попадешь там тайминг принципе здесь даже можно попробовать поступить ранить так здесь можно было сразу стрелку бежать и бить а там я сейчас враг не встретиться помнили бытку а все нормально я уже боялся что мне не хватит денежки чтобы купить себе жизнь принципе здесь только кнопки управления кнопка так и кнопка прыжка и все это весь геймплей успел так это было паса мне кажется что он не хватит не на жизнь случайно ой опять забыл про это ой это было близко я успел строгировать вот как раз на жизнь хватило так сейчас возможно босс не понял ничего не успел понять даже помнишь того делать так и каши понял успел мне сложно о прикольно я уже думал за по самому начало все теперь делать ой заметил так больше не поражалось да ладно я думал может быть три раза делать как зайди какой-нибудь так возможно игра не такая короткий как я думал и чай поздравление всем всем что я не победил ну видимо сейчас бак какой-то произошел ни одной ячейку жизни добавили так какой-то видимо звучит противник на кажется понял игру ну ладно я бы антенну приделся так что с тобой делать непонятно а я интересно я умер пока пока сложновато так а понятно как с ними драться чем-то напоминает одной грот разработчиков хатай майами я не помню что мава и банки не помню это бит и мап более такой классический я не знаю как назвать эту игру то ли бит и мап были еще что непонятно по новый противник ой это было близко это как так опять халки перепутал не что-то подсказывает что именно этот вертолет будет следующим врагом очень боссом попался в общем все понятно с этой игрой игра в принципе прикольно то есть как не знаю челлендж себе сделать в принципе можно и и она довольно хардкорный не знаю старых добрых традициях так сказать сделано по по олдскулу пиксельная вот эти вот полоски как ватарио вроде как их можно убрать она более такой приближенный к сеге не знаю будет в денди ну или нес если про официальные лицензионные приставки говорить в общем принципе игра прикольно мне нравится проходите я правда вряд ли буду потому что я люблю сложные игры но не настолько не то чтобы она была слишком сложной просто она не такая захватывающие так сказать в принципе время убить можно в общем на этом я тогда прощаюсь увидимся не знаю следующем первом заглядя или обзоре может быть а может быть и наконец-то в нормальном прохождении кто знает